В большинстве хозяйств намерены завершить жатву до конца недели. Зерновые культуры в республике убрали со 150 тысяч гектаров. Это больше половины от запланированного. Последние вести с полей у Дмитрия Ковалева. Это битва за урожай. От комбайна в полях поднимается плотная завеса пыли. Пока позволяет погода, необходимо наращивать темпы. На следующей неделе метеорологи прогнозируют проливные дожди. Каждая минута дорога. Чтобы завершить уборку зерновых в сжатые сроки, а такую задачу поставили в правительстве. В этом хозяйстве на поля вышли сразу 8 комбайнов. Техника работает ударными темпами. В этом деле важна не только скорость, но и научный подход. За посевами пристально следят агрономы. Специалистам необходимо рассчитать, как и чем обрабатывать поля. Ставка на семена пшеницы 3-го и 4-го класса, которые поставляют хлебопекам. Сейчас мировая тенденция, тенденция в Российской Федерации идет на то, чтобы, наверное, убирать качественное зерно. Не только получать высокие урожаи. И поэтому мы в этом году собрали пшеницу. В основном вся пшеница собранная, это 4-й класс. Но есть и пшеница у нас 3-го класса. Это зимая пшеница. Для того, чтобы собирать качественное зерно, мы используем разные сорта. Это сорта сильной пшеницы, которые дают хорошую криковину. Работники этого хозяйства рушат стереотипы. К примеру, этим комбайном управляет девушка. Управлять трактором, а потом и комбайном Юля обучилась 5 лет назад. Каждое лето она помогает отцу, механизатору, с большим опытом. Девушка и сама ставит рекорды. В женских руках техника работает безотказно. Привыкла уже, легко, тяжело. А мужики относятся как? Хорошо, нормально все. Девушка за пленой не бояться, нет? Нет, коллектив дружный у нас. Помогают, если что, объясняют, что непонятно. За одну рабочую смену такой комбайн может убрать где-то больше 100 тонн. Ход уборочных работ проинспектировал и председатель кабинета министров Иван Моторин. В числе приоритетов, обозначенных правительством региона, увеличение посевных площадей. В этом году большую долю залежных земель аграрии засевают озимыми культурами. Поля в Цивильске обрабатывают при помощи специальной программы навигатора. Трактора двигаются по координатам системы GPS. Тонкости работы на полях Иван Моторин изучал вместе с механизаторами в кабине трактора. В этом году аграрии планируют намолотить более 600 тысяч тонн зерна. С одного гектара крупные хозяйства сейчас собирают свыше 30 центеров. Предстоит убрать с площади 269 тысяч гектаров. На сегодняшний день убрано 153 тысячи гектаров. Намолочено около 410 тысяч тонн зерна. Урожайность картофеля на 6% выше, чем в прошлом году, примерно 17 сетнеров с гектара. Урожайность овощей выше почти на 45 сетнеров с одного гектара. Председатель правительства Иван Моторин отметил, что нужно ориентироваться не только на местный рынок, но и наращивать объемы поставок сельхозпродукции за рубеж. Такую задачу перед аграриями поставил и глава региона. Дмитрий Ковалев и Валерий Лизюков, Республика. Субтитры создавал DimaTorzok